Я подумал, если уж мы едем сюда, то, соответственно, надо ехать в таком прикиде. Стоит такой, как стенка. Что это? Вон. Да вон там. Да без понятия. Нет, он не может видеть охотничий домик, если новый не поставили. Пока наши братаны вон там, я нашел дорогу, про которую Юля с Димой сказали. Будет дергаться изображение, потому что у меня ни штатива, ничего и, возможно, будет тряска. Ну, что я хочу сказать. Надеюсь, под моим весом эти бревна не лопнут. Как глубина речки там? Ну, по пояс, я думаю. Ты главное снимай, если он упадет, мне не кадр снимать. Да при чем тут снимать? Ты сам иди аккуратнее. Ну, будет два красивых кадра. Иди сюда, Серега. Ставь это, первую ногу. Ноги только на кроссовках вытри сначала об траву, чтобы скользким не было. Да об кочку об какую-нибудь. В общем, упор делай больше этого. Я палкой опирался вот на это, тихонечко, бревно, на толстое. И большую часть упирайся это. Ну, чтобы у тебя тело было на этом. Но надо не сломать, а пристанавливать. На правой. Ты сколько весишь? Стольник. Понятно, я меня выдержу. Я 60 вешу, но это немного, вот килограмма два. Не-не-не, иди не бойся. Страшно. Очень страшно. Иди, иди. Главное стоит четко этой. Как ее? Правой ногой четко стоит. Правой стоишь, левую переставляешь. Нет, ровно ставь. Блядь, по мне какая-то хуйня ползает в штанах. Надеюсь, это муравей. И главное не кричит. Палкой не упирайся в воду. Я это и делаю. Маленькими шажками иди, не бойся. Страшно. Ну, конечно, страшно. Молодец, все нормально. Иди аккуратно, не бойся. Вот. Блин, я как дед старый плиту. Нормально. Я же говорил, перейдешь. Ну, да, по другой, но там тоже река течет. Вот там не знаю, как быть. Да иди, иди. Я переставлю это. Я, знаешь, вы палкой упираетесь в эту, а я прямо ее на бревно ставил, на правую палку. Вперед себя. Да иди, иди, не бойся. Ладно, я что делаю. Я попробую коробку включать. Да, мне тоже трос. Не бойся, я сперю с вами. Хотя, да, я вешу меньше. Мне, так сказать, в этом вопрос было полегче. У меня баруха. Давай палку свою. Ну, сюда палку пихай. Все, все. Я тебя за нее держать буду. Давайте я ей свою подам. Ну, или да. Да, да, да. Для смелости. Сразу посмелее пошел. Блядь. Не, я уж себя, когда шел, снимать не стал. Думаю, ну нахрен. У тебя просто ноги трясутся. Вот левое самое страшное бревно. Левое бревно самое страшное. Она все время дрожит. Она дрожит? Как будто она сейчас переломится, да? Да, блин. Короче, мы перешли. Сначала по бревнам. По бревнам. Теперь мы на масте стоим. Мостик, да. В принципе, мы один сложный путь прошли. О, здравствуйте, над нами самолеты. И мы, соответственно, прошли мостик. Надеюсь, дальше нас ждет уже прямая дорога. Ну, кстати, я тебя хочу обрадовать. Мы же раньше вот здесь ходили. Кстати, да. Здесь болото. Ну, она подсохла. Ну, чуть-чуть. Е-е-е-е. Мы преодолели самый крутой путь. А не вот эти вот два дерева. Не, ну я бы здесь это, упал. Я бы тоже. Да, смотри, труба-то где вообще. Как ее нагнуло. Охренеть. Это какая там водяна вообще-то нагнула? Ну, что, пойдем искать их. Надеюсь, слышно будет. Не, очень красивый кадр сзади. Идем и говорим тихо, чтобы не пугать олень. Чтобы Серегу не пугать. А кто мы и шли такие? Бла-бла-бла-бла-бла. И уже стая убежала. Зато видео прикольное получилось. Сынок, ты где? Вот как раз он ходит по бывшей деревне. А те там что засуетились. Кстати, да. А я что-то раньше внимания не обращал. Я внимания не обращал никогда, что она тут есть. Грудка мне и грудка мне ей. Ну да, как будто шапку одел, а то что-то у меня уже башка мерзнуть начинает, да и ветер холодный. Давно от лосей не бегал. Есть эта возможность. Ну знаешь, сюда добрались. Хочешь, чтоб немножко осыпалось, да? Ушло? Ну ладно. Тут только в бейсбол этими камнями играть. Ну или в гольф как вариант. И вон болото, да? Там камни. Да ща все изучим. Это нет, это не камни. Это сено скрученное в эти. А они его развозят по всему этому оленям острову. Чтоб оленям что пожрать было. Оно тут везде. Да. То есть, получается, мы в другой половине вольера. Ну да, мы в другом вольере просто. Ааа, это бы еще не все. А почему они так напополам? Вон журавль полетел над болотом. Сейчас наконец-то дойдем до болота и посмотрим, что там, как там. Тебе самому-то как сегодня понравилось? Ага. Ну, довольный, да? Давно мы тут не были. Слушай, а сколько мы не были, да? Вот так вот реально с 19-го года мы в этой местности не были. Да, наверное. В церкви-то мы были. Слушай, реально смотри, здесь эти камни везде такие, как соль, да? Да, я на одном. Это не соль. Я вот на одном стою. Вот тоже вот глупой камень. Вот вообще ровно на половине мой. Вот глупой. Слушай, реально, да. Вот и вот. В общем, здесь какие-то минералы. А сейчас это, как его, репортаж в стиле РЕН-ТВ. Да. Мы находимся на месте, где садятся инопланетные корабли. Как вы могли видеть, вон там раскопки. Там уж снимать... Они добывают здесь ценный минерал. Криптонит. Вы видите, он зеленый. Именно таким камнем можно завалить Кларка Кента. А еще здесь растет все, как в песне у Ной ЗМС. Вон там у нас олень в болоте лазит. И он, походу, там проваливается. Поэтому он никуда особо там не уходит. Ни влево, ни вправо. Он вон стоит, смотрит на нас. У нас там вон летает дрон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну да, как говорит Леха на работе, я могу работать, могу не работать, могу копать, могу не копать. Кстати, Леха тут тоже недалеко живет от острова. Он мне тут как-то смеется. Я, говорит, в твоих угодьях тут ездил. Я говорю, в Оленем острове что ли? Да, а брат у него тут водителем работает. Вот он с ним катался. Он мне говорит, я был в таких местах, в общем мы их не видели, этих мест, я не знаю где они. Я ему говорю, сели из него старушка что ли? Он говорит, нет, дом кирпичный, большой, почти гостиница. Я тут такого не видел, я даже не знаю где он стоит. Типа здесь где-то? Да, в этих лесах. Сколько мы сегодня? Все-таки километров двадцать прошли. Я просто снимаю, я поэтому и отвернулся уже. Делюсь впечатлениями. Стремно идти. Они еще, знаешь, они бы из-за того, что наискосок тут идти-то чуть ли не в два раза больше, чем вот там. На самом деле по этим дремнам было еще стремнее идти, чем вон там. Тут еще идти-то дальше и они на равных уровнях. А че там? Там же не так сложно. Че ты там, застрял что ли? Тут надо размышлять. Это, как говорится, из печи на стол в мечи все равно. Да. Который преисполнился? Ну это тогда это за 5 тысячи там. Я уже в этой жизни преисполнил. Я птицы планеты. Уплот! Спасибо за субтитры. Редактор субтитров А.Семкин